Привет, привет! С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет обзор новинок из каталога Oriflame номер 9. У нас вышла новая серия OnColor, это молодежка. И у нас появились несколько новых продуктов. Карандаши для глаз, двухсторонние, 5 оттенков. А так как они двухсторонние, у нас получается с вами 5 и 2. Это целых 10 новых цветов. И 3 оттенка карандашей для губ. И сейчас мы их посмотрим все близко. Я покажу вам эти оттенки и на руке, и на бумаге, чтобы вы могли максимально классно подобрать себе именно тот цвет, который вам нужен и который вам подойдет. Итак, приступаем к просмотру. Итак, давайте же быстрее посмотрим эти чудесные оттенки карандашей. Я буду так на бумаге вам показывать сразу с двух сторон. Карандаши для глаз, для губ. И на руке то же самое. Итак, первый оттенок это День-Ночь. С одной стороны белый, с другой стороны черный. Кстати, это очень удобно для того, чтобы сделать эффектный такой макияж. Но белый, я думаю, не видно будет. Да, его совсем не видно. Черный. Очень хорошо пигментирован карандаш. А вот на руке, наверное, будет видно. Матовый оттенок. И вот тут вот мы продолжим черный. Кстати, карандаши очень хорошо должны миксоваться друг с другом. И я рекомендую, вот, например, нанесли сначала на веки, да, карандаши, на глазки. И возьмите тонкую кисточку и аккуратненько кончиком потушуйте их вот так друг с другом, чтобы убрать четкую резкую границу. И получится очень красивый переход. Вот. Следующий цвет у нас карамель и шоколад. Какие вкусные названия. Итак, пробуем карамельку сначала. Ой, какой красивый цвет. И мне нравится, что они без блеска. Матовые красивые цвета. И здесь у нас карамелька. Смотрите, у него такой маленький есть намек на рыжину с рыжинкой. А с другой стороны прям отличный коричневый цвет. Такой приятный, классный. И попробуем их тоже друг с другом смиксовать. Так, дополнить. Потому что от уголка глаза, от внутреннего лучше начать светлым вести, а продолжить потом темным. И убрать эту резкую границу. Будет очень красиво. Следующий оттенок индиго и кобальт. Интересное сочетание. Давайте посмотрим поближе. Это у нас индиго. Кстати, обратите внимание, что в каталоге цвет немножко другой. То есть бумага не передает оттенок так, какой он есть на самом деле. А с другой стороны кобальт. О, какой темный, темный синий цвет. Карандаши, по крайней мере, по ощущениям, достаточно мягко ложатся. Вот я об бумагу немножко его поцарапала. И продолжаем кобальтом. Отлично подойдет. У кого голубые глаза или серые. Такой цвет. Классный. Следующий оттенок. Бирюза и изумруд. Посмотрим. Еще что удобно, то что колпачки тоже по цвету нам подходят. Итак, бирюзовый цвет. Вот этот, скорее всего. А изумру? Да, все верно. Кстати, эти оттенки можно использовать даже по отдельности. Так, начнем с бирюзы. Очень крутой цвет. Скажу вам, как художник, это просто чудо. И изумруд обалденный. Эффектно. Прям для летнего макияжа лучше и не придумаешь. И завершает у нас карандашики для глаз сирени и фиалка. Кто любит такие нежные оттенки, сиреневые, фиалковые. Подбирайте еще, кстати, цвета под свой гардероб. То есть то, что вы носите, то, что вы любите носить, то, что у вас всегда в приоритетах. Такие оттенки берите в карандашах. Очень красивый нежный цвет. И такой акцентный цвет. Темный, насыщенный. Очень даже интересный. Классно. Ну и сразу же посмотрим карандаши для губ. Их всего три. Но на самом деле три карандаша бывает порой достаточно. Потому что один карандаш мы можем использовать сразу под несколько помад. Итак, теплый коралл. Вот тут мы его нанесем. Теплый коралл. Супер. Кстати, карандаши прям мягко ложатся. Сразу чувствую. Для меня важно, чтобы карандаш прям сам летал по губам. Но не был слишком мягкий и не был слишком жесткий. Второй оттенок мы пробуем. Это пыльный розовый. Это действительно пыльный розовый? Я, наверное, что-то перепутала. Подождите. Пятерочка на конце. Да, конечно, это натуральный красный. Вот сюда мы его нанесем. Натуральный красный. Обращаю ваше внимание, что карандаши не очень большие. Если мы сравним их с карандашами для глаз, то они немножечко поменьше. Так, сравниваю. Чтобы вы уже когда рекомендовали для своих клиентов или для себя выбирали, уже понимали, что придет именно такой карандашик. Карандашик, а не как мы привыкли, большой. И пыльный розовый. Это, кстати, мой любимый цвет. Но нанесу его не по порядку, но вот так. Потому что я зачастую пользуюсь оттенками вот такими розовыми или теплыми. И реже красными. Очень красивые цвета. И, кстати, для нашего удобства, чтобы с собой носить немного косметики, но и не перегружать сумочку, компания выпустила к этой серии косметичку Oncolor. И мы ее сразу же с вами посмотрим, тоже поближе рассмотрим. С одной стороны она ярко-красная, с другой идет орнамент. На розовом фоне красный орнамент. А внутри отделений никаких нет. Просто одно большое отделение без кармашков. И сюда чудесно может поместиться самое необходимое. Например, пудра, румяна, тональная основа, помада. И еще нам понадобится тушь и помада. То есть это консилер и помада. Как раз все поместится для того, чтобы в течение дня подправить макияж и выглядеть всегда красоткой. Вот такая красота нас с вами ждет в девятом каталоге. Желаю вам классных покупок. Надеюсь, видео полезное. Если оно полезное, ставьте лайк. Еще раз поближе вам покажу все оттенки. Если есть вопросы, задавайте. И мне интересно, какие цвета вы для себя выбрали. Какой карандашик вы планируете себе выписать из нового каталога. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!